Сквер у корпуса Брестского государственного университета имени Пушкина вновь полон гостей. Здесь собрались все те, кто искренне любит русское слово и видит в классической литературе особый смысл. По традиции День памяти Александра Сергеевича Пушкина проходит в чтении, в стихах, в изучении того богатого наследия, которое классика ставил нам, современникам. Кто волновать умел людей сердца, и в них будить стремление к идеалу. Кто сердцем чист средь пошлости людской, средь лжи, кто верен правде оставался. И кто берег ревниво светоч свой, когда на мир унылый мрак спускался. Пушкин, наверное, это олицетворение, это мостик его творчества между прошлым, настоящим и будущим. И то, что здесь в Бресте стоит такой красивый памятник, то, что сегодня у этого памятника собрались молодые ребята, учащиеся в школу, представители общественности, общественных организаций, свидетельствуют не только об интересе к творчеству великого поэта, но и к любви к России, к нашей общей культуре. Пушкин умер в Петербурге через два дня после получения смертельного ранения. Ему было всего 37. Но даже этот достаточно молодой возраст был для классика периодом постижения жизни, временем знакомства с тем, что важно, и что по сей день отзывается русской душе. Это во время общения отмечали участники памятного мероприятия. Его история будет полниться новыми событиями до тех пор, пока жива память о нем и его творческом багаже. Это поэзия, это звучание поэтического слова, слово русского, красивого, наполненного глубоким смыслом. Наверное, вот это самое главное в этих встречах. Учащиеся видят, что старшее поколение помнит об этом, что оно заинтересовано в том, чтобы помнить, и они тоже об этом, и они тоже читают стихи Пушкина с удовольствием. Он памятник воздвиг себе нерукотворный, и народная тропа не зарастает к нему. К его книгам вот уже не одно столетие. Так было, так есть и так будет, уверены участники поэтической встречи. Самое главное, что творчество Александра Сергеевича Пушкина и сегодня сближает разные поколения людей разных профессий, которые вместе еще не раз встретятся за чтением любимых строк.